Тоже мне друзья называются. Хоть бы один приехал. Можно понять, рабочий день все-таки. Не, да, я все понимаю. Да позвонить можно было? Я думаю, еще позвонят. Я думаю, совесть надо иметь. В конце концов, благодаря кому у них эта работа? Ну ты вставать будешь? Или ты в рождении хочешь проспать? Встаем. Хозяйка, конечно, не очень, но, по-моему, получилось отлично. По-моему, симпатично. Можно? Нужно. Так. Открывай. Давай. А где штопор? Я же сказала, хозяйка, я не очень. Папа вспомнил. Папе привет. Привет, пап. Ну шо, Вася, я тебя поздравляю. Я тебя, пап, поздравляю с днем рождения твоего сына. Я говорю, доигрался. Ты видел, что это в стране творится? Беспредел. Пап, я не знаю, в какой ты стране, а в моей стране все хорошо. Красиво. Свежий воздух. Природа. Слушай, не будьте его там. Включи телевизор, телепик. По всем каналам Лебединое озеро крутят. Пап, может, у Чайковского тоже сегодня день рождения? Ты знаешь, когда последний раз Лебединое крутили? Когда Горбачева турнули? Я-то ни на какие мысли не наводят. Пап, не говори ерунды. Все, пока, целую. Вася! Панита Панове, обращаюсь к вам в ответственный для судеб Украины и всего мирового сообщества момент. Наша страна ступила на путь реформ, и на этом пути достигла кризиса, который мы, как люди, неравнодушные к судьбе страны не можем допустить. Что это? Указом правительства... Без понятия. ...в связи с невозможностью Василием Петровичем Голобородько исполнять обязанности президента Украины... Теперь ясно, почему никто не приехал. ...в конституции Украины обязанности президента временно переходят до Державного комитета... Это бред какой-то. Это не бред. Это переворот. ...в всей территории страны объявлено чрезвычайное положение. Я прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Я даже не знаю, кому звонить. Кому звонить, надо бежать. Куда бежать, Аня? От кого? Они тебя убьют. Кто убьет? Мика? Я разберусь. Я с тобой. Оставайся здесь. Мика, что происходит? Господин президент, вы арестованы.